Пример проекта по укреплению устойчивости сельского хозяйства к изменению климата. Общая сумма финансирования составила 137 миллионов долларов США и ЗКФ предоставил 24%, а 7,6% из других источников. Общее количество бенефициаров, то есть получателей выгоды от этого проекта, это 3 миллиона 946 тысяч. Этот проект чисто адаптационный, здесь нет никакого сокращения выбросов парниковых газов, только адаптация фермеров и сельского хозяйства к негативным последствиям изменения климата. Соответственно, он относится к категории наиболее уязвимые люди и сообщества, и здоровье и благополучие, а также безопасность продуктов питания и воды. Основная цель проекта это улучшение жизни и средств существования мелких фермеров в экологических регионах Замбии, которые в настоящее время и в будущем будут подвержены негативным последствиям от изменения климата. Хотелось бы сразу отметить, что здесь не только просто адаптация сельского хозяйства как сектора, а именно конкретных людей, то есть мелких фермеров, которые являются бедными. И не только как бы улучшить сам сектор, но и как бы доходность этих фермеров, то есть чтобы они получили альтернативные источники доходов или вследствие негативных последствий изменения климата, чтобы они могли, то есть резко предполагается сокращение доходов мелких фермеров. Это был проект… I'm good. Можно вопрос? Что у них там было такое изменение? Как изменяется климат? Можно поподробнее там? У них дожди, осадки уменьшились или как? В следующих слайдах это подробно рассмотрим. Общая сумма 137 миллионов долларов США и ЗКФ предоставила 32 миллиона долларов США в виде гранта. Софинансирование также в виде гранта было предоставлено от Министерства сельского хозяйства Замбии и других организаций, в том числе UNDP. То есть мы сейчас идем по структуре проектного предложения, то есть это разделы проектного предложения и вот раздел следующий, это стратегический контекст. Здесь описывается общая ситуация о стране, общая ситуация о секторе и почему нужен, как бы в основании, почему нужен такой проект. Замбия это бедная страна, высокий уровень бедности в этих агроэкологических регионах, мелкие фермеры живут на 2 доллара в день и 48% населения Замбии недоедает. То есть существует большая проблема с продовольственной безопасностью. И около 50% потребления калорий было получено от кукурузы и 14% от маньяки. То есть у них дефицит питательных микроэлементов и в связи с этим проблемы со здоровьем. Также есть проблемы с растущими негативными последствиями изменения климата, такие как засухи, изменчивые осадки и наводнения. И 70% населения Замбии занимаются сельхоздеятельностью, то есть получают доход в основном от сельского хозяйства. Соответственно, при негативном влиянии на сельское хозяйство, также их экономическая составляющая тоже страдает. И в настоящее время низкий уровень адаптивного потенциала, то есть они не могут предотвратить или минимизировать негативные последствия от изменения климата. Также в следствии из-за изменения климата осадки будут более случайными, менее частыми, сокращение вегетационных периодов, снижение продуктивности сельского хозяйства. Следующий раздел — это в разделе С, стратегический контекст. Здесь описываются цели проекта в сравнении с базовой линией. Мы уже вчера обсуждали, что базовая линия — это описание такого гипотетического сценария, что если бы этот проект не был бы выполнен и какая будет ситуация. И фермеры сильно зависят от общей последовательности и предсказуемости осадков в течение всего вегетационного периода. Отсутствие или переменчивость осадков оказывают разрушительное воздействие на сельскохозяйственные культуры. И кукуруза является наиболее изменчивой и чувствительной к изменению климата культуры. И она требует воду в определенные ключевые моменты в течение всего цикла урожая. И если вода поступит слишком рано или слишком поздно, то урожай не выживет. Соответственно, эта культура является уязвимой к осадкам. И необходима более адаптация к изменению климата, либо применение других видов культур, которые более устойчивы к переменчивости осадков. В этом разделе, помимо базовой линии, нужно описать барьеры, которые будут устранены этим проектом. В первую очередь, это неадекватная инфраструктура мониторинга погоды и воды. То есть гидромет не предоставляет адекватной информации, недостаточная сеть мониторинга за погодой, климатом и оповещением населения. Следующий барьер – это слабая инфраструктура координация в системе мониторинга климата и воды, гидрометеорологии. И получается, что нет системы раннего предупреждения для сельского хозяйства и управления водными ресурсами. Также существует проблема с недостаточной инфраструктурой для сбора, хранения и управления водными ресурсами с учетом изменяющихся режимов осадков и надвигающих засух и наводнений. То есть слабая система управления водными ресурсами. Тот же раздел, то есть сравнение с базовой линией. Здесь вот следующие дополнительные барьеры – это ограниченный доступ к высококачественным сельскохозяйственным семенам и удобрениям, особенно для устойчивых культур. То есть фермеры привыкли использовать кукурузу, и у них нет возможности приобрести другие виды семян и удобрений. Существует проблема с ограниченными знаниями и техническими рекомендациями по сохранению сельского хозяйства и устойчивых методов ведения сельского хозяйства, ограниченный доступ к оборудованию и средствам для хранения и переработки, ограниченный доступ к финансам и рынкам для мягких фермеров и малых и средних предпринимателей. Высокая стоимость постпроизводства, большие расстояния до рынка. Раздел C3 «Описание проекта» здесь конкретно описывается под проекты или компоненты проекта. В этом проекте три компонента. Первый компонент связан с тем, чтобы усилить планирование и управление климатическими рисками для мелких фермеров. То есть практически во всех адаптационных проектах, которые ЗКФ одобрил, есть обязательно такой компонент, связанный с улучшением гидрометеорологических данных, с мониторингом изменений климата. И вот, как Саулет сказал, проекты в Таджикистане и в Грузии, они связаны только с улучшением гидромета. Но иногда бывает в таком сельхозпроекте есть подкомпонент, связанный с улучшением гидрометеорологического мониторинга. И здесь как раз такой случай. Здесь первый подкомпонент — это усилить генерацию и интерпретацию климатической информации, своевременной информации о прогнозах погоды, климата и гидрологии. Соответственно, непосредственно установка увеличения количества мониторинговых станций, увеличение потенциала моделирования и мониторинга, институциональная поддержка и осуществление прогнозов на локальном уровне для мелких фермеров. Второй подкомпонент, первый компонент — это усиление диссиминации и использование данных о климате для использования фермерами в принятии решений. Диссиминация предполагается за счет радио, медиа, ТВ и СМС-рассылки. Второй подкомпонент этого проекта — это устойчивое сельское хозяйство в условиях изменения количества осадков, увеличения засухи и случайных наводнений. То есть подпункт 2.1 — это пропагандировать ирегационные системы, хранение воды и другие стратегии по управлению водой. То есть инновационные методы управления водой. Она включает в себя саму установку ирегационных систем, то есть конкретно закуп и установка этих методов, но также и тренинги, диссиминация, пропаганда и информирование. Подпункт 2.2 — улучшенный доступ к сельскохозяйственным семенам и удобрениям. Поскольку кукуруза является наиболее уязвимой к изменению климата, предполагается распространить другие виды культур, которые не так сильно зависят от погодных условий. И в этом подпункте предполагается более широкое распространение других видов семян, других видов культур и предполагается создание банка семян. То есть за небольшую плату, здесь только всего лишь 10% от стоимости фермеры могут приобрести семена. Механизм PASS-ON, здесь они предполагаются, то есть такой перевод как передача по наследству, то есть те фермеры, которые будут распространять семена, они будут передавать другим фермерам свои семена. То есть распространение такое получается. Далее мы тоже этот термин увидим в третьем подкомпоненте этого проекта. Также предполагается создание сельхозкооперативов и проведение тренингов по производству семян. И непосредственно тренинг для фермеров. Обучение тому, как... То есть ведение такого бизнеса для мелких фермеров по распространению семян. Следующий подкомпонент, второго компонента, это введение новых устойчивых к климату сельхозяйственных практик, то есть в общем методов устойчивого введения сельского хозяйства, так как совмещение культур, севооборот, применение органических удобрений и укрепление потенциала фермеров для поддержания выбранных устойчивых методов введения сельского хозяйства в каждом сообществе. То есть предполагается, что в рамках проекта будут протестированы методы введения сельского хозяйства и будут даны рекомендации для разных видов сообществ, какой наилучшая будет практика для определенного вида. Четвертый подкомпонент, второго компонента, это внедрить альтернативные средства к существованию для повышения устойчивости в целевых сообществах. То есть развитие других видов деятельности сельского хозяйства, к примеру, пчеловодство, выращивание коз, рыболовство. Для того, чтобы, получается, что если существующий вид, виды культур фермеров будут, то есть если урожайность будет низкой или она не выживет, то есть чтобы они имели возможность дополнительного заработка, другого заработка. И вот этот механизм PASS ON, то есть передача коз по наследству, то есть где после рождения коз фермеры передают одну козу другому фермеру, который входит в список ожиданий фермеров. Процесс повторяется, что приводит к распространению коз в большом количестве домашних хозяйств для улучшения благосостояния и устойчивости. Предполагается создание селекционных прудов для разведения молодняка другими фермерами, то есть развитие альтернативных видов сельского хозяйства для мелких фермеров. И создание полевых школ для фермеров и центров повышения квалификации для масштабирования успешной практики. Следует отметить, что они в своем проектном предложении говорят о том, что ранее уже были проекты по созданию полевых школ для фермеров, и они были успешны, поэтому они в этом проекте продолжают эту деятельность. Третий компонент — это расширение доступа к фермерам, к рынкам, коммерциализации устойчивых сельскохозяйственных продуктов. То есть усилить обработку устойчивых продуктов и создание новых центров обработки устойчивых продуктов с оборудованием для обработки и обучением этим методам обработки. Предполагается, что из-за того, что будут негативные последствия изменения климата, необходимо будет хранить какой-то урожай, и, соответственно, методы хранения позволят усилить адаптационный потенциал фермеров. Укрепление хранения, объединения и транспортировки устойчивых продуктов для повышения коммерциализации и связи с рынками. Хранение культуры, агрегирование, чтобы сделать их доступными в разное время кода, а также получить более высокую цену на рынке. И фермеры ознакомятся с эффективными методами и технологиями после уборочной обработки, чтобы гарантировать, что качество товара сохраняется во время хранения. Расширить доступ к финансовым и страховым продуктам для мелких фермеров. То есть обучение мелких фермеров для того, чтобы получить финансовые инструменты и страхование урожая вследствие непредсказуемых погодных явлений. Повышение потенциала фермеров для доступа к соответствующим финансовым услугам и определить доступные рынки и продвигать устойчиво к климату продукты. Раздел C4 – это в основном квалификация и опыт исполнителя проекта. Здесь расписывается, что Министерство сельскохозяйства обладает опытом работы с международными проектами, с похожими проектами. Уже проводились проекты Азиатского банка развития. И как она будет взаимодействовать с основными стейхолдерами. C5 и C6 – это обзор рынка, регулирование, налогообложение, страхование. Здесь вот то, что будут введены новые, более устойчивые климаты к культуре, менее уязвимые к последствиям изменения климата. Раздел C7 – это институциональная организационная структура проекта. То есть, как в примере проекта, который мы вчера рассматривали в Уамбатове, здесь тоже предполагают создание руководящего комитета, который будет осуществлять общую координацию проекта. Аккредитованной организацией является UNDP, и основным исполнителем является Министерство сельского хозяйства Замбии. И также есть тут технический субкомитет, в который включены Министерство по гендеру, Агентство Замбии по развитию, Университет, то есть Академия и неправительственные организации. Будет создан проект по управлению, то есть отдел по управлению проектом, и будут наняты соответствующие лица, которые будут отвечать за выполнение проекта, включая, например, человек, ответственный по гендерным вопросам. Раздел Д1, в котором описывается, почему необходимо участие в ЗКФ, и почему проект не может быть выполнен без ЗКФ-финансирования. Здесь говорится о том, что текущие госрасходы Замбии ограничены, и они обеспечивают только поддержку существующего положения, недостаточной для смены парадигмы мелких фермеров, более устойчивым и диверсифицированным источником к существованию. И на постоянный на 2014 год общий объем государственного долга правительства Замбии составил 35,1% от ВВП. И данный проект, финансовый инструмент данного проекта – это грант, поскольку он не окупается и не приносит прибыль. Здесь финансовая норма прибыли даже с участием ЗКФ является отрицательной. И учитывая социальный характер и его долгосрочные выгоды, запрос для финансирования ЗКФ является оправданным. И к разделу Е здесь 6 индикаторов инвестиций ЗКФ. Первый индикатор – это потенциал воздействия. Потенциал воздействия, то есть насколько проект вносит в снижение выброса парниковых газов или адаптация к изменению климата. И здесь индикатором основным в случае этого проекта является количество бенефициаров. Здесь количество бенефициаров прямых 964 тысячи. И здесь указывается количество мужчин и женщин. Женщин немного больше. И примерно 3 миллиона непрямых бенефициаров, которые получат выгоду вследствие смены парадигмы. И это составляет 6,1% от общего населения и 18% непрямых бенефициаров. В разделе Е2 – это второй индикатор инвестиций ЗКФ – потенциал смены парадигмы. И здесь приводится такая схема. Три компонента проекта – это усиление потенциала фермеров использовать климатическую информацию, улучшенная продовольственная безопасность и улучшение благосостояния мелких фермеров. Здесь три компонента – это планирование и управление климатическими рисками, диверсификация сельского хозяйства и постпроизводство, то есть послеурожайные мероприятия. И здесь описываются конкретные барьеры, которые данный проект адресует. То есть, к примеру, недостаточность данных по гидрометеорологическому мониторингу, недостаточные методы хранения и обработки сельхозпродуктов, недостаточный доступ к альтернативным видам культур, к семенам и производству семян, зависимость от климат-уязвимых видов культур и послеурожайные барьеры. Потенциал устойчивого развития – это третий критерий инвестиций Зеленого климатического фонда. Здесь необходимо показать не только выгоды в плане климата, адаптации или смещения, но и другие экологические, экономические, социальные выгоды. В данном случае это создание рабочих мест, увеличение доходов мелких фермеров, усиление продовольственной безопасности, сохранение почвы, сохранение биоразнообразия, увеличение производительности земель и также управление водными ресурсами, экономия воды. Четвертый индикатор – потребности получателя. Почему Замбия нуждается в закэп-финансировании? Здесь говорится о том, что страна очень бедная, страна с доходом ниже среднего, относится к least developed countries, и страна подвержена негативными последствиями изменения климата, обладает низким адаптивным потенциалом, и эти последствия – это изменчивые осадки, засухи, наводнения, нехватка продуктов питания и бедность фермеров. Пятый индикатор – вовлеченность страны, то есть существует ли в стране какая-то климатическая политика или стратегия, и здесь приводится национальный план развития Замбии, стратегия развития Замбии, национальная стратегия адаптации к изменению климата Замбии, и опыт аккредитованной организации, в данном случае это ПРООН, и опыт исполнительного агентства – это Министерство сельскохозяйства Замбии. Здесь также приводится, насколько будут привлекаться другие стейхолдеры, это Уполномоченный национальный орган, гражданство и общество, и насколько Уполномоченный национальный орган поддерживает данный проект. Шестой критерий – это эффективность, продуктивность. Здесь говорится о том, что те технологии и методы, которые предлагаются в данном проекте, являются лучшей практикой, то есть они были опробированы, они показали свою эффективность, и что она пригодна и рекомендована, и успешно опробирована в подобных регионах. И уровень софинансирования, то есть то, что ЗКФ предоставляет наименьшую долю софинансирования, что есть вклад от других организаций. Фактор риск – это тоже такая же стандартная табличка, которая указывается во всех проектах ЗКФ. Здесь необходимо указать риск, категорию риска, степень влияния и вероятность. Для примера здесь риск связан с тем, что сообщества не захотят принимать устойчивый климат и сельскохозяйственные практики, степень влияния высокая, вероятность низкая, и каким образом этот риск будет предотвращен или минимизирован. То есть здесь говорится о том, что будет проведено обучение и кампании по повышению осведомленности о преимуществах устойчивого климата методов ведения сельского хозяйства. И фермеры будут обучены, фермеры-лидеры, которые будут также демонстрировать преимущества от данных методов ведения сельского хозяйства. И возможность предоставления фермерам выхода на рынок для устойчивых культур от последствий изменения климата. И вот эта табличка, которую также мы вчера рассматривали для Улан-Батора, для данного проекта, ожидаемый результат – это повышение устойчивости и повышение уровня жизни наиболее уязвимых людей, общин и регионов. И индикатором данного результата будет количество мужчин и женщин, получающих выгоду от принятия разнообразных устойчивых климатов вариантов средств к существованию. И способ верификации – это будет вестись такая база данных по мелким фермерам, и будут проводиться обследования фермеров, насколько они начали принимать более устойчивые к климату методы и практики, и культуры, и полевые обследования с учетом гендерных факторов. То есть среднесрочная цель, конечная цель указывается, то есть количество бенефициаров, мужчин и женщин, которые получат выгоду непосредственно данного проекта. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Можно вопрос? ЗКФ контролирует целевое использование денег, выделяемых в форме грантов именно. И в случае неисполнения программы, например, могут ли потребовать досрочного возврата гранта, либо неиспользованных средств, либо в полном объеме? Я могу сказать, что на самом деле все эти дела прописываются в том юридическом документе, который заключается с аккредитованной организацией. То есть, допустим, конкретный проект, и прописываются все индикаторы. И вот как вчера видели, был рисунок, если не ошибаюсь, Айнгуль показывал, где было написано, что, зачем идет и как реализуются компоненты. И, соответственно, если вы вдруг запаздываете, то должны объяснить, там квартально предоставляется отчет, куда, что и как ушли. И если вы запаздываете, вы должны объяснить, почему. И если вдруг ушли деньги, ну, показалось так, что деньги ушли не туда, или посчитались это не целевым, соответственно, может потребоваться либо ревизии, либо какие-то штрафы. Но это стандартное юридическое соглашение, такое же, как соглашение о займе. То есть даже не о займе. Вот, допустим, чтобы было более понятно, в системе ProOn существует... Мы организация, которая работает на уровне отдельных проектов. То есть у нас есть проект, который оформляется в виде проектного документа, в котором написано, конкретно есть срок, есть конкретные люди, которые отвечают за каждый срок, и есть конкретные мероприятия, которые нужно в определенный срок завершить. И есть бюджет под это все дело. Какие-то вариации существуют, но в целом ты ограничен этим бюджетом. Есть, допустим, пять компонентов, на каждый из компонентов определенные деньги заложены, и ты должен тратить конкретно эти деньги на этот компонент. То есть все должно быть заранее просчитано. Соответственно, точно так же делается проектный документ, в котором есть конкретные компоненты, вот как здесь было написано, и под конкретные компоненты заложены конкретные деньги с расчетами. То есть тот документ, который вы вначале делаете в виде заявки, Он и является, в принципе, основанием для этого проекта. И там будет все заложено. Поэтому происходит большая, очень предварительная работа. Проектный документ делается. Ну, сначала идея, потом концепция, потом большой проектный документ. Потом он еще технически проверяется. То есть там каждому из компонентов задают вопрос. Здесь что именно вы будете сделать? Здесь что именно? Почему это стоит столько, а не вот столько? А есть вот такие технологии, есть вот такие. То есть все нужно, большую часть нужно продумать заранее. Поэтому это все лежит в юридической плоскости. И ответственность за реализацию этого проекта несет аккредитованная организация. Деньги поступают на счет именно аккредитованной организации. И она в конечном итоге несет юридическую ответственность за реализацию проекта. Ну, я не знаком с тем, что было или был ли такой случай, когда проект, допустим, неправильно реализовывался, что происходило. Но мне кажется, может произойти что-то вплоть до разрыва, допустим, аккредитации, если вдруг совсем все плохо. Знаете, я вот хотел обратить ваше внимание на вот этот проект, который сейчас был рассказан. Мне кажется, он очень интересный. И его, в принципе, можно попробовать клонировать в условиях Казахстана, естественно, заменив вот эту маниолку там или еще что-то такое. Кукурузу может быть, да. Банк Семян здесь я видел, система передачи знаний я видел, система обучения, да, и много всего. То есть это, в принципе, проект, который очень похож на те проекты, которые вы делаете. Может быть, с некоторыми вариациями. Я бы посоветовал вам обратить пристальное внимание на такой проект. Если кому-то интересно, то, наверное, Эмгуль может поделиться проектным документом. Есть, да он. Да, проектный документ по этому проекту есть. Вы можете посмотреть и попробовать. Ну, естественно, он на английском языке. Мы вот выжимки делаем на русский. Но в целом, мне кажется, проект очень интересный. Его можно клонировать, ну, копировать. Никто не запрещает копировать проект, естественно, с национальными условиями. И подумать, может быть, вот такой вот проект вам внутри своей организации попробовать организовать. Нужно, как мне кажется, мыслить шире. Не категориями одного или двух фермеров или фермерских хозяйств, а именно категории какой-то отрасли, может быть, категории какого-то большого полупроектов, чтобы попробовать это сделать. И, может быть, подумать над тем, чтобы организовать, допустим, кредитную линию специально под такого рода проекты, да, а деньги привлечь из зеленого климатического фонда. Тогда в проекте нужно будет описывать именно механизм этой кредитной линии, может быть. Вот. И механизм тех проектов, которые будут приниматься под эту кредитную линию. И посчитать риски, что вы точно знаете, что за прошлый год вам поступило там, ну, конкретно вашу организацию поступили там пять или шесть запросов на такого рода финансирование. Соответственно, вы ожидаете, что в следующем году будет столько же, допустим, запросов. И, может быть, организовать кредитную… Когда вы пишете этот проект, вы говорите, что будет кредитная линия, что мы ожидаем пять-шесть запросов в год. И, соответственно, на вот эти пять-шесть запросов нам необходимо такое-то количество денег, чтобы мы могли их отрабатывать. Включая, как это называется, накладные расходы, расходы самой организации на организацию вот этого кредита и все прочее. В том числе накладывая свою собственную, как в бизнесе говорят, маржу. Поэтому нужно мыслить шире. Или это может быть конкретный проект по каким-то действиям, или это может быть проект по созданию какого-то финансового инструмента. Можно даже так смотреть. Можно рассмотреть вот этот мясомолочные фермы, молочные фермы, которые вчера говорили. Тоже очень интересные. Поэтому я бы посоветовал вам обратить пристальное внимание на этот проект. Так, это был у нас проект по адаптации к изменению клеммата. Я думаю, всем понятно, да, есть два типа, три типа проектов. Первый тип – это сокращение выбросов, где вы считаете просто сокращение и получаете какое-то количество CO2. Какие есть основные вызовы, да? Два одинаковых проекта пришло, один пришел из… Давайте две одинаковые страны, пусть будет. Один пришел из Узбекистана, другой пришел из Казахстана. В обоих случаях сокращение выбросов парниковых газов будет, допустим, ну там, 5 миллионов тонн CO2, да? Но в случае Узбекистана сокращение одной тонны CO2 будет стоить, допустим, 10 долларов. В случае Казахстана сокращение одной тонны CO2 будет стоить там 15 или 20 долларов, да, допустим. Просто из расчета стоимость проекта и количество сокращенных выбросов. Естественно, будет выбрать наиболее оптимальный узбекистанский проект. Вот, поэтому здесь очень важно точно посчитать, какие будут затраты, какие будут предположения, да? Вот, поэтому эффективность проекта тоже очень важная. Второй тип проектов – это адаптация к изменению климата, где мы помогаем людям адаптироваться к тому, что климат будет меняться, а это уже точно так. И основной, как бы, сектор, на который максимально влияет изменение климата – это сельское хозяйство, это ваша вотчина. Поэтому здесь вот нужно смотреть. Пока из нашего региона, насколько я знаю, всех проектов по адаптации, если я не ошибаюсь, не было. Ну, были гидрометовские проекты, но по адаптации не было. Сейчас готовят такой проект Узбекистан по Аральскому морю. Если не ошибаюсь, по лесонасаждениям на дне Аральского моря, там еще водопотребление и все прочее они делают. Вот, поэтому здесь было бы хорошо нам тоже подумать какой-то проект. Мы уже, у нас есть не концепт, а идея проекта от МФСА, да, если не ошибаюсь, Международного фонда спасения Арала. Но если у вас есть тоже какие-то проекты в сфере адаптации, вот мы очень надеемся, что от вашей организации появятся какие-то проекты. Естественно, вам нужно будет согласовать, наверное, с центральным вашим органом, но идеи проектов не возбраняется сейчас приготовить. Вот. И третий тип проектов, это когда смешаны эти оба, поэтому, мне кажется, стоит подумать над этим, да. Мыслите шире, мыслите глобально, как бы, и может быть, будет интересно. Допустим, вчера вот девушка была с Караганды, она сегодня вернулась, по-моему, домой, и уже завтра она попросила, чтобы я встретился с их директором, и он сюда приедет в Астану, и уже они приготовили там 4 или 5 проектов, которые хотят мне показать, оценить с точки зрения, насколько они реальны для Зеленого климатического фонда. То есть один день человеку понадобился, чтобы как бы просмотреть. Но я не уверен, конечно, что это будут правильные проекты, но тем не менее они хотят, видимо, презентовать свой пул проектов, и мы, может быть, что-нибудь из этого в страновую программу, может быть, и включим. Вот. Есть еще вопросы какие-то? Нет? Как вам выглядит вот этот проект? Есть какие-нибудь мысли у вас, которые вот сейчас вот показали? Насколько реально что-то похожее в Казахстане сделать? Или были ли у вас похожие проекты что-то такое? Нету, да? Или есть? Похожих не было, да? Ну, хорошо. Ну, вы подумайте, может быть. А вот можно вопрос? Да. А вот они деньги на что брали? На метеостанции, да? Установку вот этих, получается, правильно, да? Там, чтобы у них вот что за последние 10 лет ухудшились осадки, или как там, уменьшились осадки, или как там, наблюдение, да, изменение климата, как вот произошло, что, ну, так. И вот, допустим, метеостанции, как они способствуют, допустим, прогнозировать там, ну, другие культуры, да, получается, сеять они будут? Или я просто… Да, само количество мониторинговых станций было недостаточно, и, получается, фермеры, они не планировали свой там период посадки, то есть, как это называется, вот, посева, и, то есть, планировать свои мероприятия, да, в соответствии с погодными условиями, да, и считается, что, как бы, вот это вот раннее предупреждение и прогнозы, они позволят им лучше адаптироваться и планировать свои вот эти посевные мероприятия, плюс хранение, сбор и так далее, да, поэтому, так же они говорили, что они, как бы, даже вообще не пользовались этими данными гидромета, то есть, эти фермеры. Здесь еще, знаете, вот что интересно, я вот не знаю, насколько это вам будет, как это называется, отношение к вам имеет, но я слышал, вот, дело в том, что я занимаюсь вот изменением клейма тоже много лет, я слышал, что в Минсельхозе была своя сеть гидромета, это правда, да, вы не знаете? Прямо в Минсельхозе была своя сеть и был свой гидромет, в отличие от КАЗ-гидромета, который конкретно работал на аграриев, и в каждой области, иногда даже в крупных хозяйствах, да, совхозах и так далее, стояли станции, которые работали конкретно на Минсельхоз, и отправляли данные в какой-то процессинговый центр Минсельхозовский, и потом они использовали эти данные, они собирали только те данные, которые интересны фермерам, то есть им не нужно было там какие-то, не знаю, другие, там, не знаю, какие-то другие мероприятия, которые не влияют, там, не знаю, в какая-нибудь радиация или еще что-то, вот. И, может быть, стоит рассмотреть проект, в котором создать какую-то сеть, альтернативную гидромету, которая будет покрывать конкретно ваши, расширенно именно ваши необходимости, да, ваши нужды, фермерские нужды. Вы знаете, что фермерам нужно знать, когда пойдет дождь точно, когда будет, не знаю, там, град, там, допустим, и так далее. Может быть, вот это тоже может быть проектом, да, или еще что-то. Ну, вот я пока не могу сто процентов сказать, но я знаю, что в Минсельхозе в свое время была сеть, такая же, как есть сейчас у аэропортов, которые мерят чисто для аэропортских дел. Можно, да, я отвечу? Да. Мы пошли, получается, в этом направлении еще дальше. У нас сейчас по сельскому хозяйству расширяется именно финансирование по точному земледелию, поэтому здесь прям со спутника будет наблюдаться, сколько осадков планируется, какое содержание в почве минеральных веществ. Соответственно, это сразу говорит о том, что будет, какой урожай и какие риски могут быть у данного сельхозпредприятия. Поэтому для нас в данном случае данный проект – это отсталый проект. Тогда другой вопрос. Вот эта спутниковая система, она уже создана или создается? Она уже запущена. Она запущена? Да. Смотрите, получается, что когда вы запустили эту систему, вы потратили какие-то ресурсы на ее создание, скажем так, на ее калибровку или как это правильно называется, да? И вот эти деньги, которые вы потратили на эту систему, можно показывать как софинансирование проекта. И вот эта спутниковая система, она в том числе и мониторит состояние, там, не знаю, полей и всего прочего. То есть у вас уже нарисовывается компонент внутри проекта, что у вас будет мониторинг, который мы сделаем за свой счет, за счет своей организации, потому что у нас уже есть спутниковая система наблюдения и все прочее. Это один из компонентов, который можно показать. Не только спутниковая получается, спутниковый мониторинг, также при применении именно техники, при высеве, при обработке почвы, также учитывается норма, именно, там, скажем, затрат по минеральным веществам, также вот, то есть это и техника уже заточена чисто на цифровизацию. Ну, шикарно, да, давайте. Поэтому мы в этом случае передовые, именно аграрная кредитная операция. Это хорошо, но, возможно, есть какие-то нужды, которые еще нужно развивать дальше. Да, параллельно. Поэтому по примеру, я говорю, для нас это не пример. На самом деле там несколько компонентов было, не только связанных с гидрометом, там же было управление водными ресурсами и системой ирригации. То есть у нас как бы недостаточно развита система ирригации, плюс какие-то удобрения, обработка почвы. То есть здесь же… Ну, вот я бы хотела добавить, да, по ирригации это тоже получается немножко такой вариант, когда более тоже отсталые страны используют ирригационную систему, да, орошение, потому что многие из развитых страны от ирригации уходят, потому что это почву, ну, получается, засоряет и сложнее потом какую-либо другую культуру выращивать. Поэтому в основном это капелька. Вот еще то, что, может быть, вы вчера были насчет гумуса, то есть то, что у нас уровень гумуса сокращается, то есть и производительность земель может быть такое, то есть не говорится о том, что вы должны делать копипаст этого проекта, да, просто как бы логическая цепочка, как они это обосновывали, да. Естественно, они должны быть с учетом национальных условий. В ЗКФ очень много разных проектов, то есть это просто лишь один конкретный пример, но на самом деле мы можем совсем другими идеями прийти. То есть у нас свои проблемы, вот в том числе по гумусу. Да, я, наверное, ошибся, когда сказал склонировать, но можно заменить эти какие-то вещи чем-то, что вам нужно сейчас и в чем вы видите необходимость. Может быть большой проект по цифровизации. Да, тоже вариант. Ну хорошо, ладно, спасибо большое. Можно один основной вопрос? Вот как я понял, когда мы получим аккредитацию, мы будем заявляться со своими проектами, например, пул проектов будем создавать, и зеленый климатический фонд будет нас фондировать. Правильно, да? Для реализации этих проектов. Наверное, нет, не совсем так. Вы можете сделать какой-то проект, который будет направлен на фондировать. То есть это не… Они не будут вам давать деньги просто по запросу. Нам нужны деньги и все. Вы должны сделать конкретный проект, в котором будет описано конкретно, что будет делаться, и под это вам дадут деньги. Да, это понятно. Конкретный пул проектов, который мы должны доказать, вот этот проект. После этого она сфондирует, да? Правильно, да? Я не знаю, что вы понимаете под словом фондирует. Нам выделяют деньги, чтобы мы прокредитовали вот это направление. И наш максимальный кредитный спред какой будет? Сколько мы свою маржу можем туда закласть? Сейчас, секунду. Это Карбек сейчас ответит. Сейчас я не смогу вам точное значение назвать. Это очень детальный такой больше технический вопрос. Есть руководство по составлению проектных заявок, заявок на финансирование проектов, и особенно вот в разделе бюджета, который регулирует расходы. Там, кроме вот 7% вот этих накладных расходов, там есть еще некоторые виды расходов. Сейчас я на память не помню название. Но учитывая то, что проекты тоже будут рассматривать технические специалисты перед одобрением, да? И они будут общие затраты тоже сверять с общими полученными результатами. То есть это значит, что маржа, спреды у вас должны быть, ну так скажем, разумными. Но, к сожалению, точное число, там, по-моему, даже таких ограничений нету, чтобы именно спред у организации должен не превышать такого-то значения. Там ориентиры немножко другие. Вот, допустим, Саулли до этого говорил, допустим, проект, если целиком предназначен для сокращения выброса парниковых газов, тонн СО2 или тонн СО2 эквивалента, да, того же, допустим, метана, то они просто могут сверить общее количество сокращенных выбросов, сопоставить его с общими суммами, затратами проекта, и у них выйдет такой коэффициент долларов на сниженную тонну, да. И есть очень много литературы по отраслям, по странам, по регионам, примерные адекватные ориентировочные суммы. То есть во сколько обходятся аналогичные мероприятия в аналогичных странах с аналогичным климатом, экономикой, и они в основном ориентируются вот на такие, так скажем, критерии, да. И, соответственно, это значит, что завысить расходы, наверное, не получится. Ну, примерно так. Надеюсь, я ответил. И если вы позволите, я хотел бы прокомментировать тоже, поучаствовать в предыдущем дискуссии вопроса. Мы очень рады, что Казахстан, что наша агрокредитная корпорация очень развитая, продвинутая. Вот. Но, наверное, говорить, что указанный проект как бы однозначно и полностью отсталый, да. Ну, я не специалист, но кажется немножко преждевременно. Допустим, здесь даже полностью вся информация не представлена в подробностях. Но даже учитывая количество компонентов, которые вот просто на одном слайде перечислены, здесь я вижу, допустим, семена, да. То есть, получается, здесь можно подумать, по крайней мере, по поводу наших казахстанских условий. Вот у нас, допустим, той же пшеницы или других зерновых. Насколько я знаю, у нас тоже ведется работа по созданию таких сортов, культур, которые были бы устойчивы там к засухе, к изменению климата и так далее, и так далее. Вот. То есть, плюс, как сказала Аймгуль, это всего лишь один из проектов, одобренных. На сайте ЗКФ есть опубликованы все заявки на финансирование проектов со всех стран мира, которые уже одобрены и получают финансирование. Можно там посмотреть, поискать идеи. Вот. Плюс, как минимум, здесь представлена структура проектной заявки, логика, основные требования. Надеюсь, хотя бы в таких моментах это очень полезная для вас информация. Спасибо. Я бы тоже хотела еще задать такой вопрос. Так как мы будем, аграрная кредитная корпорация выступать будет как аккредитованная организация, соответственно, будут нам выделяться аккредитные средства. А как же обстоят дела именно по проектам, которые выделяются гранты? То есть, это тоже будут проходить, будут эти проекты проходить через нас, или какой-то другой выход будет? Зависит от того, на что вы аккредитуетесь. Если вы аккредитуетесь на гранты, вы будете получать гранты, которые вы будете раздавать. Если на кредиты, то вы будете получать кредиты, которые вы будете раздавать. Это от вас зависит. От проекта зависит, да. Конкретный проект, если вы создали, что вы будете кредитовать то-то, 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 у вас будет кредит, который вы будете раздавать и должны будете возвращать. Если вы кредитуетесь на грантовые, у вас будет грант. Но вам нужно доказать, что вы уже давали гранты когда-то, и правильно этот проект выполнили, и все ок. И то же самое с кредитами и с другими какими-то инструментами. То есть моноаккредитации не бывает, да, то есть в одном направлении только. Извиняюсь, можно я прокомментирую? Так, тут сейчас долгая история, этот слайд возвращать. Значит, в этом плане, в плане, смотрите, гранты, да, надо разделить. Если организация сама реализует проект и не выдает гранты, официально гранты с конкурсом, с тендером, с отбором, с присуждением, публикациями победителей, да, а сама реализует проект за счет грантовых средств ЗКФ, то там аккредитоваться на федуциарную функцию гарантирования третьих лиц не нужно. Там всего лишь нужно аккредитироваться на требования по управлению проектами, то есть менеджмент проектов. Вот. По поводу, опять-таки, гранты или кредиты. Честно говоря, вот до этой презентации я, ну, как бы, полагал, что там особо сильно грантов не запрашиваешь, да, у Зеленого климатического фонда. Но АМБУ сейчас показало, что вот этот проект, если не ошибаюсь, он полностью за счет грантовых средств, да? То есть вот этот проект, там десятки миллионов долларов, и это полностью гранты. Это такие редкие случаи. Гранты выделяются, как бы, относительно редко, только на коммерчески невыгодные, да, так скажем, направления компоненты. Но зомбитцам удалось все это обосновать, что именно в форме гранта и мы эти средства выделили. Поэтому я думаю, вам, если вы заинтересованы в аккредитации, нужно заранее до аккредитации продумать свои уже будущие проекты. Хотя бы в терминах вы собираетесь запрашивать гранты или кредиты. Все вот эти механизмы, потоки продумать. Приблизительно желательно продумать вплоть до тематики, да, проектов, специфики проектов. Потому что от этого будет зависеть аккредитация. Либо вы можете с запасом аккредитоваться. Допустим, специальные федуциарные функции, там есть три, да, управление проектами, грантование и кредитование. Можно с запасом все три попытаться аккредитоваться, но по грантованию… А, извиняюсь, вот, спасибо, Саулету. Справа они показаны, справа сверху, федуциарные требования. Управление проектами, присуждение грантов и кредитование третьих лиц. Но если вы имеете в виду и задумаете проекты, которые предусматривают выдачу официальных грантов третьим лицам, тогда вам надо будет показать, что у вас уже есть опыт такой деятельности. Я детали не знаю, но предполагаю, что, наверное, не так, нету такого, наверное, опыта. Это будет сложнее. Но если вы используете грантовые средства ЗКФ и при этом сами будете расходовать эти средства, сами будете реализовать, тогда вам вот это требование по грантованию специальное, оно не требуется, вы можете не приходить к кредитации. То есть только в том случае, если речь идет про грантование третьих лиц. Если сами реализуете проекты, то грантование не нужно. И вот по поводу кредитования тоже. Если бы вы не планировали выдавать кредиты третьим лицам, а сами реализовывали проекты, то вот эту процедуру тоже не надо по кредитованию проходить. Но это, наверное, ваш основной профиль. Вы как бы финансовый посредник, наверное, выступаете. Поэтому я предполагаю, что вам, наверное, это, чтобы, ну, как бы, профиль, да, свой сохранить, наверное, все-таки желательно бы аккредитоваться на вот эту функцию, которая называется кредитование третьих лиц. Вот, надеюсь, объяснил. Спасибо. Можно дополнить. Дело в том, что мы, как организация, направлены на поддержку сельхозтоваропроизводителей, да, фермеров. Правильнее было бы, наверное, больше, ну, и, наверное, мы будем больше обращаться к грантам, чем к кредитованию в связи с тем, чтобы не нагружать крестьян, да, дополнительными какими-то кредитами. Дело в том, что, ну, сами понимаете, сельхозтоваропроизводители, они там не заинтересованы, там, они не думают о климате, там, что климат меняется, там, в большей степени они думают о своей доходности, о развитии, да, своего фермерского хозяйства. Поэтому я думаю, что мало фермеров будут грузиться на дополнительные средства кредитные, по которым они должны будут в будущем, ну, оплачивать и платить какие-то проценты. Да, это на ваше усмотрение, и, может быть, это даже рационально, почему? Потому что я предполагаю, что вы сейчас не грантуете, да, третьи лица фермеров, вы их только кредитуете, да, а если вы через ЗКФ сможете получать гранты и либо сами реализовывать проекты, либо присуждать гранты фермерам, да, на цели проектов, то, возможно, это будет такое оптимальное дополнение ваших текущих, не знаю, функций, да, то есть вы кредитование можете дополнить грантованием. Но единственное, по грантам там их надо обосновывать, то есть очень внимательно. То есть если какие-то мероприятия могут быть коммерчески выгодными, да, и их нерационально, допустим, присуждать, да, грубо говоря, дарить там, то, соответственно, ЗКФ он откажется это делать. То есть посмотреть нужно именно, как они здесь оформили, ну, к примеру, да, зомбийцы, это может быть другая сторона, как они обосновывали, что нужен именно грант, а не займ. Потому что они будут обращать на это внимание, почему грант, почему не займ. Нужно обосновывать гранты намного сильнее, чем займы. А здесь пример, он такой хороший, показано, они обосновали на десятки миллионов долларов гранты. Вы видели, да, примерно, какую они работу проводили. Думаю, вполне можно заимствовать частично или как-то адаптировать. Спасибо. Вчера озвучивалось, что четыре у нас направления, да, у вас финансирование, фондирование. Гранты, кредиты, участие в капитале и гарантии. Гарантии, они в каком виде выражаются? То есть здесь вот тема гарантии немножко не раскрыта, или мы суть не уловили, может, или я не уловил. То есть в каком денежном выражении они выражаются, или в качестве обеспечения, в чем они выражаются? К сожалению, информация, которая на портале ZKF доступна, да, вот в части проектов, ну, как бы тоже малая там информация исходной, но в некоторых проектах, одобренных уже, там предусматривается такой инструмент, и вот в одном из них, допустим, я, по-моему, сегодня говорил, немножко повторюсь, это проект был по адаптации к изменению климата в странах Латинской Америки. И там проект подразумевал, что необходимо будет для реализации этого проекта приобрести определенное оборудование. Но это оборудование, оно приобреталось не для коммерческих структур, то есть оно коммерчески, это, получается, не подходило под оформление как займа, и, соответственно, они это заложили как участие в капитале. То есть они заложили расходы на это оборудование и заложили в проект таким образом, что средства, за счет средств ZKF проекта, это оборудование будет приобретено и передано реализаторам проекта. То есть есть, грубо говоря, участие в капитале инвестиций, да, в оборудование на уровне проектов, а есть еще участие в капитале на уровне организации, то есть пополнение уставного капитала возможно. Но в этой части я пока еще не видел такие проекты, где пополнялся бы уставный капитал. Но, наверное, это возможно, если это обосновать, для чего это нужно. Эти два последних инструмента, да, они не столь востребованы в Зеленом климатическом фонде, и немного примеров с этим. То есть грант и кредит, понятно, что этого много, а вот участие в капитале и гарантии, этого почти нет. Поэтому, в принципе, кстати, если вы сделаете проект, который направлен на этот, то, наверное, он пройдет более быстрее, потому что им нужно и эти инструменты тоже развивать у себя. Ну вот немножко непонятно, да, вот по грантам. Вы говорите, чтобы, например, при подаче заявки обязательно нужно пройти процедуру через аккредитованную компанию, да. Если аккредитованной компании нет, соответственно, ваш проект не будет вообще рассматриваться. Вы немножко здесь сами себе противоречите, мне кажется. Нет, мы не противоречим. Зеленый климатический фонд реализует проекты только через аккредитованные компании. Все правильно, да. Говорите о том, что организация по каждому пункту, например, аккредитованная. Вот мы по аккредитованию идем. А кто же тогда будет по гарантированию идти? Ну, вы должны найти организацию, которая аккредитована на гарантирование. Или сами аккредитоваться. То есть по всему миру искать, да? Да, любую организацию вы можете. Можете здесь найти, можете какой-то… Но как-то нелогично. Почему нелогично? Вы находите аккредитованную организацию, которая имеет право заниматься гарантированием, еще чем-то. Допустим, самый интересный пример, который я видел. Я опять же, ну, может быть, мы разговариваем на разных языках, поскольку вы, наверное, финансисты. Я не финансист, но я знаю такие примеры, что многие банки иностранные, прям банки второго уровня, крупные, они аккредитовались на все вот эти, на все, как это называется, пункты, да? Или как подразделы, на все подразделы вот этой системы ЗКФ. Но при этом они не реализовали ни одного проекта, не захотели реализовать ни один проект. Кстати, хороший вопрос, как они доказали, что они имеют право на это аккредитоваться, если у них нет реализованных проектов. Но они, как бы, аккредитовались на все, но никогда больше и не планируют заниматься такими проектами. Это их прибавка к их кредитному рейтингу. То есть они, это их имидж, как бы, с этой точки зрения. А вот просто нужно найти компанию, которая имеет уже возможность аккредитации. Насколько я знаю, кто у нас из международных компаний предоставляет такого рода инструменты, наверное, это банки развития, и BRD, и World Bank, и DB. Наверняка они аккредитованы. Я не знаю, на что конкретно они аккредитованы, но наверняка на такие вещи аккредитованы. И по идее это такой челлендж, то есть если вы считаете, что их инструменты не очень для вас удобны, вы можете попробовать это сделать сами. Аккредитоваться именно на эти вещи. Почему нет? Тут нет никакого противоречия. Есть ЗКФ, у которого есть правила игры, в котором он говорит, что я работаю только через аккредитованные организации, с ними заключаю контракт, с ними работаю. Вы можете выступать в качестве аккредитованной организации, либо участника проекта, который предлагает проект и становится исполнителем. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok